Добрый вечер! У эфиры новины для тех, кто цикавится станом экономики своего региона. У что-то дневной программе «Экономичная доведка» мы делимся актуальной информацией по разных направлениях. Глядите в выпуске. Допомогу по беспрацову и по выси для двух категорий грамадян. ЖХР Беларуси отримают квитанции на оплату жильево-коммунальных послуг с указанием суммы наличных субсидий. Усяго два дни засталося до завершения термину приему земельного податку и податку на нерухомость. Букеты с квета – кляличные дамки. Доведуемся, як правильно развивать уласный стартап. И на приконце программы проанализуем, як зменились цены на садовиную охороднину на гомельских рынках. А зараз об гэтых и инших новинах – больш подробязна. Допомогу по беспрацову и по выси для двух категорий грамадян. У приватности, звольненным у совести со скорочением штата або ликвидация предприемства, пропонуется наличать допомогу по меры 100% бюджету прожиточного минимуму. На полову меньшую тем, хто бы узвольненный по объективных, уважливых причинах. У тумлику в связи с заканчением термину контракта. Модель системы страхования от беспрацовья будет представлена в Аурад Беларуси до 1 лютого. Уже створена межведомостная рабочая группа, якая включая представников Министерства працы и социальной обороны, инших дзерж органов Федерации профсоюзов Беларуси и представников Наймальников. Протягиваем выпуск. На наступном тень же хары Беларуси почнуть отримавливать рахунки поведомлений на оплату кастричницких коммунальных послуг с указанием суммы наличенных субсидий. Нагадаю, при оформлении допомоги уличывается споживание только основных жильево-коммунальных послуг. Субсидии на их оплату, как вядомо, будут наличаться по двох принципах – заявным и выявным. А позже не тычется социально не обороненных категорий грамадян – у приватности непрацующих пенсионеров и инвалидов. До инших тем. Усяго два дни засталося до завершения термину приему земельного податку и податку на нерухомость. На Гомершне оплачивать их повинны свыше 360 тысяч человек. За несвоечасовую оплату наличается пеня и променяются меры администрационной отказности. Заразши платежные поведомления можно отримливать по электронной поште. Для этого необходимо заполнить заявку на портале Министерства по податках и сборах альбо накеровать ее на электронный адрес ведомства. Специалисты нагадывают, что оплатить податки можно с допомогой развлековой системы «Ерыб». Завершается термин оплаты податку и на социальное утроманство. Нагадаю, его повинны оплатить те, кто летас не працевал у вогуля, альбо в меньших 183 дней. Все платежники отримали ответные поведомления. Неозгодные могут звертаться у податковой инспекции. Сумма податку за минулый год складает 360 рублей. Загиты повеличатся до 420. Если податок не оплатить, то будут применяться меры администрационного изделения. У померы от двух до четырех базовых величин, альбо арешт. В Беларуси протягивается реализация международной студентской программы «Молодые предпринимательства». И все частей ее удельниками становятся студенты, которые занимаются хендмейдом. Словозлучение зараз знакомое маль кожному. Это выработки и сувениры, пешотно сделанные своими руками. Творчая плынь саморобной вытворчестью, а последние годы набирают популярность. И выходят далеко за меже хобби, перетворяющиеся в бизнес-проекты. Кристина Севуха – еще студентка. Зараз учится на другом курсе Беларусского гандлево-экономичного университета с поживецкой кооперацией. Девчина развивает уластный бизнес-проект. Створяет букеты с сюрпризом. В бутоне кожной кветки схаванная цукерка. Спочатку Кристина маестровала такие сувениры у якости подарунков для сябровых близких. А потом оформила рамесництво. И не глядяши на то, что зараз в этой справе худший бизнес, чем хобби, кожный букет девчина створает с душой. Я помню этот момент, когда я как от сердца отрывала свой первый букет, свою первую работу. И сейчас каждый мой букет, я не перестала вкладывать в него душу. Каждый букет делается с любовью, потому что для меня это ручной труд. И то, что я делаю, я это очень ценю. Надеюсь, что мои покупатели тоже это ценят. Каждый букет это эксклюзив, потому что он собирается вручную. Каждый листочек, каждый цветочек, каждый бутончик. И каждая работа это такой уникальный, оригинальный подарок, который будет приносить людям радость. Створать уластные стартапы, развивать их студентам допомагают выкладчики университета. Але это не только теоретичные аппараты. Тут працюет уластный бизнес-центр. В его межах студенты рыхтуют свои проекты и идеи для удела в Международном чемпионате молодежи предпринимательства. Это дает махчимость разуметь, насколько бизнес-идея удалая. И эти запотребованные являются обраны экономичный накерунок. И многие студенты, когда отримывают свои дипломы, докладно не сгубятся серо тысяч выпускников. Не им доводится шукать работу, а наймальники сами шукают таких специалистов. Нарабатывая потихонечку вот этот практический опыт, они уже на выходе становятся достаточно квалифицированными специалистами с практическим опытом. И когда нам уже звонят и приглашают на работу наших студентов, потому что ищут специалистов, несмотря на то, что у нас рынок переполнен, но звонят и постоянно приглашают на работу. И говорят, только нам обязательно студенты, те, которые работали с вами в МИП-программе, в Центре бизнес-образования. Нам, конечно, очень приятно, что заслуга нашего университета, ректора, преподавателей выливается в то, что наши студенты востребованы на рынке труда, занимают лидирующие должности, положения и работают не только в Республике Беларусь, а за рубежом. Аутор еще одного интересного стартапа, выкладывая в Гомельском гадлево-экономическом колледже. Идея створать лялечные домки до Татьяны Михаленко пришла после народжения дачки. А потом она отримала пропоновую дельничать в чемпионате молодепродпринимательства. Так реализовалась и ее уластная мара, пронесенная прозгады. А потом появилась идея делать такие домки под заказ. Что касается дальнейшей продажи, мы делали с большим удовольствием этот домик, вкладывали в него душу. Нам очень нравится наш действительно маленький шедевр и, конечно, не хочется останавливаться на достигнутом. Хочется как-то дальше развиваться. Тем не менее, не хотелось бы поставить это на поток и организовать массовое производство. Хотелось бы все-таки, чтобы это была ремесленная деятельность, и мы как подарок ребенку заказывали у нас. То есть больше по индивидуальным заказам работать, чтобы каждый домик для малышки был индивидуален. Какие-то пожелания девочек учитывать в нем. Но мы пока работаем над этим. Для участия в конкурсах Международный чемпионат по предпринимательству и стартап-кооперация мы делали видеоролик в детском садике. И в то время, когда как раз родители забирали детей, родители к нам подходили, спрашивали, интересовались, где приобрели этот домик. На что мы отвечали, что изготовили сами. То есть родителям было интересно. На конкурсе «Стартап-кооперация» жюри нам порекомендовали несколько способов и направлений развития проекта. Один из них, например, это предоставить бесплатно в садик, домики в несколько садиков. И родители заинтересуются. И таким образом можно уже привлечь себе клиентов и заняться бизнесом. Как сделать такой домик, хапило четырех джон. По словам Татьяны, заказаны его обовязково будут поступать. Бо зроблены он за экологично чистых материалов, а по коште на шмат таней, чем у краме. И головная – своими руками. Протягиваем выпуск. Зараз, як заусёды, наш мониторных цен на центральном и прудковском рынках. Бульба на этом тыдне каштуя по ранейшему – 25 копеек за килограмм. Отборная – по 40. Морква – от 33 до 60 копеек. Бураки – от 40 до 60. Подарожили огурки. На этом тыдне яны по 3 – 3,5 рубли. Помидоры – по 2, рець, кад рубля. Фасоля – 3 рубли 60 копеек. Имбир на центральном рынку – свыше 5 рублёв за килограмм. Гарбуз – от 60 копеек. Калина – по рублю 40 копеек. Цена на яблоки вагается от 86 копеек до 2 рублёв. Цены на эту и иншую садовяную агароднину – у таблицы. На этом у меня всё. С вами была Марина Северьянова. Наступный выпуск экономичной доведки выйдет в эфир «Прастый день». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова